I have ways of blowing things up. или одно местечко в общем насчет книжек я не поленился вы посмотрите здесь достаточно недалеко мы находимся сейчас я быстро соображу где вот в этой комнатке мы находимся я вот так вот пробежал к вот этому выходу выбежал пошел в то в аптеку но в рядом с аптекой место на прошлой локи вот подхожу к столу и там на столе лежит вот эта книга думаю вот написано важную книгу пропустил по сюжету открываю а здесь в книге описано множество рецептов смеси мази и настоек кажется все они нацелены на лечение болезней о которых вы никогда не слышали думаю ну нет это же не может быть и тут я замечаю что это кажется не просто книга на столе а там целый стол который я не облутал там лежала вот эта книга я ее быстренько кликнул вот так вот и быстренько закрыл я ее не читал просто положил в карман и побежал сюда обратно поэтому мы сейчас с вами ее вместе прочитаем я не считаю это каким-то читерством или что такое мне заметили я был недалеко я сбегал так что по моему все честно дневник поскольку мы в осаде я попросил своего помощника нести любые тела что попадутся думаю вскрывая их я найду какую-нибудь слабость которая поможет бороться с ними эффективнее один несчастный случай помог сделать странное открытие я обнаружил что что-то вроде железы наполненной очень липкой жидкостью она попала мне на руку и кожа на ней быстро изменилась стала жесткой почти чешуйчатой надеюсь это со временем пройдет прошло уже несколько дней но кожа моя не восстановилась проконсультировался с врачом террисом и мы пришли к выводу что это должно быть агент изменяющий структуру и функции живых тканей с которыми контактирует террис хочет знать больше и мы решили попробовать небольшие дозы на его подопечных которым стало не до осталось недолго жить я говорю а я уговорю элко пойти вниз и принести еще образцов благотворить там теперь полно вниз имеется сюда или 100 если брать за основу то что порт мы через портал попали в этот замок и то что было до портала ними ну как бы это другое место и она не имеет никакого отношения к этого места что для них вниз вот эта канализация для них вниз ну чисто теоретически то есть у нас есть вот этот хорошо он есть ребята в комментах назвать это городом пусть то будет городом не знаю как по мне это немножко не похожи на городах похоже на какой-то но знаете как вот есть торговые центры в которых куча всяких лавочек всякого такого кинотеатр это не может быть торговый центр мне все-таки кажется что все это какой-то реабилитуционный комплекс но возможный город хорошо ребята у меня просто не хватает доводов доказать свои слова и у меня не хватает доводов увидеть в ваших словах и я думаю что что-то посередине но по сути для них вниз это вот сюда в канализацию где мы сейчас так хорошо ладно подумаем об этом позже твари там теперь полно у желез похоже много разных эффектов на некоторых подопытных мы не заметили ничего кроме легкого обезображивания нас иногда с легким побочными эффектами но у других замечены такие вещи как рост силы умственных способностей или скорости движения изменения невелики поэтому мы не можем быть уверены нужно нужно больше тестов у нас произошло два серьезных происшествия придется прекратить опыт и мы только стали замечать какие-то мимолетные изменения в поведении как у нас появился второй подопытный полностью утративший рассудок и превратившийся в дикое животное так 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 секунду ребят секунду если мы будем брать уровень после портала и предыдущий уровень как примерно за одну локацию потому что мы просто там но типа вышли из здания и оказались во дворе но если грубо говоря брать 4 и 5 уровни за одну локацию просто разделенную дверями чубаку который мы видели на четвертом уровне и монстров которых мы видим здесь в канализации они похожи грубо говоря ну по своей природе и как бы сказать так сейчас будет опасно сейчас буду рассуждать и пытаться двигаться по карте кстати у нас наверное произойдет небольшая смена курса мы наверное двинем все-таки сейчас в эту сторону а потом к этому выходу потому что тут реально ну выход и все мы сейчас наверное пойдем в туду как бы это не прозвучало хочу ли осмотреть что это хочу наверное пойдемте жалко карта не сворачивается ничего так тут вроде как кто-то еще ходил надо быть осторожным а тут тут не стенка случайно ладно сейчас посмотрим а тут есть проход погодите ребят проход куда тут по идее же ну то есть он должен быть связан или мне кажется блин такие фишки мне не нравится тут сейчас будет на лево просто вниз а это мы вот здесь сейчас серьезно а как нам туда попасть вообще собирался в другую сторону те так стоп это у нас вот комнатка с сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс единственный огромнейший минус этой локи вообще ни черта не видно очень печалька прям мне показалось что что-то ходила да вот у нас здесь вот у нас здесь чё прям дверь что ли серьезную а это так ну ладно тут как минимум сундук так что мы сюда не зря зашли а в сундуке у нас поножи так хорошо у нас есть комплект из варежек поножей да книжку я выложу с вашего позволения поножи я себе возьму блин а это у нас карты блин да 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 я чё-то забыл что они у нас собой тут у нас хорошо может ли быть что вон там взбесившаяся чубака с 4 уровня это один из подопытных над которым они проводили эксперименты но у него резко возросла сила и ну и не знаю там насчет интеллекта двери все-таки таки не открыл спасибо ему огромное вот но все же то есть они притащили одного подопытного и он превратился в эту вот машину для убийств я теперь понял что это квадратная комнатка с выходом сюда вот хорошо так минутку теперь просто вот эти вот ребята из канализации они тоже очень сильно это у нас должна быть большая комната пойти с колоннами ну грубо говоря с колоннами да и тут у нас выход к выходу все 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 вроде сложилось так секунду да извините ребят все таки звонят звонят не дает покоя ну ладно хорошо значит возвращаемся к нашей теории вот эти чупаки которые у нас здесь они очень сильно похожи на ту огромную штуку переросток почему она стала гораздо больше и сильнее чем эти эти хоть и я и страшные хоть и клыкастые зубастые но с ними мы справляемся грубо говоря хоть и с неким трудом но все-таки это происходит ли офигеть как тяжело ориентироваться в таком помещении ребят так тут у нас просто просто прикольно положил себе под ногу чуть не спотыкнулся красавчик красавчик конечно а кстати чё это я же понож это подобрал их даже не сравнил со своими но да скорее всего во первых они похуже у них покрытие поменьше но давайте соберем весь сет а потом будем уже делать вывод какой то что я вижу что у нас уже две вещи с это плюс оружие поскольку эта серия сейчас записывается я еще не выложил предыдущий я еще не знаю ответов насчет меча насчет ко мне насчет всего этого все что вы писали ребятушки я еще не знаю поэтому мечи у меня до сих пор прежние с которыми я хожу с этим ничего не поделаешь так над наверное не знаю я честно вот вам скажу я подустал ты мы сейчас здесь о хорошо я подустал от темноты я подустал от этого уровня я понимаю что его нужно досмотреть да пройти иначе никак но он меня начал уже подкумаривать во первых во вторых у меня есть опасения вот в прошлом в прошлой серии мы с вами встретились этим чертовым бегемотом который охранялся ну по сути он охранял шлем хотя естественно он не наверное не подозревал прошли но все же вот и я опасаюсь что здесь может быть что-то еще а теперь когда я знаю что вон та тварь на 4 уровня это тоже один из индивидуума взявшихся отсюда мне от этого еще больше не легче ох ты ж ёшкин ты палкин ты посмотри на эту штуку офигеть и здесь я не пройду получается да или пройду так а в скелете в скелете пусто нет я могу здесь пройти наверное если я встану встань пожалуйста да ну ты чё издеваешься что ли ну ты пролезаешь или где или чё блин я думаю надо было наверное с этой стороны пройти ой и я не пойму он двигается или не двигается вот в такие моменты игра просто сейчас ребят минуту пришлось зареспауниться и сразу же за стеной начало чё-то орать я не могу здесь пройти получается да или могу могу фух там за стеной чё-то рычит я не знаю что то большое или маленькое но там за стеной чё-то ладно это у нас вот этот вот коридорчик мы по идее сейчас должны выйти к так называемому вот этому бублику что ли уж не знаю сейчас посмотрим но это должен быть этот коридорчик хотя я уже теперь на самом деле не уверен так тут никаких проходов не будет вот для таких тесных помещений для всякого такого продумано не очень хорошо честно говоря я не пытаюсь ругать игру или что-то такое но вот прям неприятно чё это такое блин не знаю иногда места неадекватно отображены на карте минутку это какое-то это какое-то не то место что ли ли что это за коридор почему из него проход в бок потому что это двойно стоп это двойной коридор это сюда же шло это сюда же шло тогда у нас есть проход еще вот сюда да чё ж ты падаешь что дружище вот эта часть карты стерта к сожалению полностью и я не знаю что там было или не было или могло быть косая стена косая стена но мы сейчас где-то вот наверное здесь или вот здесь черт не ешьте колбасу пока смотрите карту я уже говорил об этом где сейчас я не знаю так ладно тут тоже какие-то канализации сливы если я найду какое-то похожее место я как я попробую за него зацепиться пока что никакого похожего места найти не могу нам по идее в эту сторону надо двигаться поэтому я сюда и пойду будем ориентироваться я даже не знаю почему мы будем ориентироваться еще в чем проблема написано огромная комната на самом деле она состоит из стать может быть это вот это место центральный вход ну-ка нет тут какой-то коридор а но опять же этот коридор возможно это вот это вот большая центральная комната да это похоже на то что она но вот эти стенки внутри допустим тут не будут прорисованы и поэтому я не смогу определить вообще замечательно то есть иногда такой заходишь и там например у тебя на карте нарисована колонны и ты такой опа колонна здесь а иногда внутри комнаты огромнейшие сооружения но они у тебя на карте вообще не обозначены и ты вообще в без понятия что происходит нет из нее один выход наверх должен быть значит наверное это не она а где это тогда черт я потерялся имею у себя на руках карту я полностью потерялся я молодец секунду а я понял почему я потерялся я шел в другую сторону вот это я дурачина я шел в другую сторону потому я и потерялся у меня карта была развернута вот это сейчас было красиво я оказался опять в этой комнате за ногу это комната с побоищем все я понял ладно теперь пойдем сюда отсюда мы выходим тут у нас смеженный к этому коридору да да отсюда мы выходим в комнату с косой стеной и косая стена это у нас было вот это место все до меня дошло вот это косая стена я не туда смотрел хорошо значит там мы получается наверное уже были давайте перейдем сюда ой блин вот это я сейчас тупанул то жестко я думаю почему потерялся в карте потому что я смотрю я только потом заметил что у меня компас развернув в другую сторону так но я где-то там нашел какую-то шмотку наверное кстати вот где-то здесь сейчас сейчас будем сейчас будем посмотреть а ну вот же это говнище я с другой стороны к нему подошел и потом не смог пройти ну все верно вылезли с этой стороны да вот так молодец спасибо на этот раз получилось может быть это случилось при перезагрузке кстати вот вот этот вот уголочек который нас выводит сюда точно сейчас мы быстро вот эту часть посмотрим я не знаю был и там не был сейчас кстати почему здесь светло как будто сверху на на свете что-то так тут у нас маленькая комнатка все это все это все это ведет нас может мы по вот этим кстати коридором пройдем не и тут такое ощущение как будто что-то было просто не дорисовали пойдемте глянем пойдемте глянем здесь я был сейчас мы пойдем в смеженную комнату блин пока мы движемся в ту сторону пусть карта будет с этой стороны да у нас сейчас будет вот здесь проход я понимаете за счет того что настолько темно я не вижу перспективы я не вижу как двигаться в какую сторону мне направляться я вот чисто по карте ориентируюсь думаю там должен быть проход иду туда там встречается проход но так-то по-хорошему ни черта не вижу так здесь стенка погодите мне хотите сказать что нужно было по внешне по внешнему пройти или тут есть где-то спуск я тут спуска просто нигде не вижу хорошо значит сюда не надо было заходить нужно было спуститься да и пройти по внешне хорошо еще то что мне немного напрягает это мысли о том что раз тут самом деле может находиться ну та штука она мутировала из-за чего из-за того что так секунду это у нас вот этот сейчас кусочек есть выход в комнату есть выход в коридор давайте мы наверное знать еще сейчас ну что ж давайте рискнем зайдем вот сюда что ли тут у нас комната должна быть по традиции канализации я куда-то захожу на меня выбегают но тут вроде спокойно пока что там опять же кто-то хрюкал но я не могу утверждать насколько близко тут вот эти вот пересечения не туда не сюда мне другое интересно вот это ребристая стеночка вот нет 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 я что я что утону я не хочу тонуть выйди обратно пожалуйста не поскальзывайся это сток там что ли черт не я туда туда не хочу я мне интересно было что это за ребристая такая стеночка это выглядит просто теперь как сток если это меня отправит на загрузку я бы не хотел тут забор а это забор от чего а это забор наверное от вот этой вот локации на ну не отходила такая локация от этой комнатки значит минуту давайте сюда сюда и вот сюда что ли тут у нас два прохода они тут у нас забор да в общем то сейчас мы просто посмотрю тут сундучка нет никакого так получается что из-за немножечко того что я потупил немножечко из-за того что очень фигово здесь ориентироваться и смотреть так выход у нас выход у нас вот он вот это вот шахты сюда но не шахта труб не труба коридор этот короче грёбаный вот мы получать сейчас находимся здесь окей пойдем в общем то все это немножко затягивается из-за сложности карты из-за напряженности атмосферы а ты не сдох теперь сдох он просто такой упал ветку а ты вот и уже а он еще все я кстати не помню обыскивал ли я всех этих трупов нужно ну что у них взять их ну с одной стороны них нет ни экипировки ни оружия с другой стороны о уровень кстати дотек вполне может быть что них могут быть какие-то записки просто учитывая опять же из той книги можно сделать некий вывод что возможно они когда-то были людьми и просто превратились в этих крыс так у нас кстати а ты кто я никак не привыкну что вот эти вещи не лутаются они такой себе тут даже по идее дверь была так погодите здесь у нас был выход среднюю локу а здесь у нас выход куда тут какая-то относительно большая территория к тому же такой еще вопрос вот эти все цветы пожирающие плоть вот эти все тентакли и всякое такое но это куда . эта часть на карте недоступна это выход нет это не выход стоп куда это мне может привести погодите это просто круга ля а там тоже оказывается можно было вы хотите сказать что ладно ладно из-за того что карта вот такая вот заляпанная я не всегда понимаю точно что там происходит пойдемте блин а там еще и наверх можно да я точно сейчас на север смотрю сейчас опять перепутаю концы карты и и все так тут ничего тут просто слив сюда там наверх можно забраться зачем то шарится по канализациям прям моя любимая вещь во всех играх это стараюсь сделать конечно же это вот случайно вот эта комнатка все это съехал нормально они мне успевают ударить хоть и не так там кто-то третий у тебя там кто-то блин шевелится нагрудник ржавый шлем ржавый ну из этого делаем вывод что он возможно какой-то стражник или что-то такое тут тело естественно пустое да я слышу там где-то 3 кто-то шарится сейчас пойду гляну кстати еще кое-что еще кое-что вы заметили что здесь скелеты скелеты всегда были ну грубо говоря молчаливыми ребят да что ты через ногу ты его спотыкаешься как через доспекта пробиваешь такой подумал подумал отъехал блин как они мне через доспекта пробивать я понимаю что когти все дела но елки-палки неприятно тут сундучок давайте тут будет сундучок не их там плавал давайте уровень да я видел что уровень подтекает и это надо бы его сейчас потихонечку на мобильность наверно носить сам громоздкие щиты в легко непринужденно или же да давайте там еще кто-то пойдемте пообщаемся а это скелет кстати отчеты он пятится он не хочет со мной драться наверное ну то есть или он занял просто хорошо оборонительную позицию он понимает что он сверху ему это выгодно тоже пусто я себя чувствую крайне неспокойно а вот кстати вот эта комнатка теперь я понял наверное это вот эта комнатка да 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 все нормально все склеили хотя он по мне хорошенько зарядил один раз так вот вот эти вот скелеты они же тоже рычат хотя скелеты вроде как у нас были относительно молчаливыми такими ребятами также некоторые из них одеты в доспех то есть я так понимаю что это возможно были какие-то бывшие стражники бывшие охранники не некоторые из них полностью обратились некоторые обратились частично собственно как нам до этого и говорили что у кого-то хватило сил наверное внутренних каких-то противостоять противостоять дольше у кого-то не хватило так но нам явно туда вот наша комнатка это вот это вот нам вот сюда нужно попасть не хоть бы там не было чего-то такого огромного страшного а там будет наверное не мог не могут же нас вести в тупик для того чтобы там ничего не было так сапожки очень неплохие сапожки должно вам сказать я пока все собираю потом разберемся потому что я не могу пока составить полные картины попадается сундук мне лучше сразу забрать а потом уже будем разбираться что к чему там за дверью кстати что-то ходит пойдемте попробуем поговорить карту на север сразу разворачиваем но сказать что здесь неуютно это ничего не сказать ну-ка 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 что у нас в этом уголочке минуточку вы же не хотите сказать что сюда пришелся зря ну там да в комнате был сундучок конечно но такой уголок он не может быть пустым черт побери что здесь не так может я что-то не замечаю ребят скажите мне пожалуйста если что-то прошляпил так ладно теперь мы пойдем вниз и нам нужно попасть вот в эти вот места поэтому до поворота налево сейчас идем поворот направо следующий должен быть поворот налево близко вот здесь да и этот коридор нас должен привести к каким-то какой-то замкнутый ком блин но я надеюсь это так но туда это вот в песочные часы надеюсь тут не какой-то выход из уровня или что-то она выглядит как какая-то не как комната выглядит я никак не привыкну что на этой карте масштабы чуточки не совпадают с моими ожиданиями я смотрю на это все я думаю что там комната прихожу а тут просто слив и все это печально хорошо что здесь здесь мы исследовали но но меня интересует вот это вот часть очень сильно мне кажется что даже вот здесь вот мы были сейчас мы сходим сюда посмотрим ну на самом деле мне не хватает с до сета мне не хватает брони и таких вещей они на вид может быть они полегче но на вид они такие нет но не то что прямо лучше чем у меня я не знаю хотя броника то неплохая но все должен быть неплохой я согласен но я бы не сказал бы что они прям будут круче чем то что я сейчас ношу поэтому мне возникает немного резонный вопрос а зачем я это делаю если ну соберу я все но одену она кажется или таким же или чуть похуже смысл мне тогда это все делать вот хорошо такой еще тогда вопрос возникает раз это у нас карта но есть лока пусть даже и бонусная но есть определенная лока на ней для этой локи есть своя карта будет ли здесь баночка с хил очки да я жадная тварь я знаю но не интересно смогу ли я здесь подхилиться немножечко вот назад он меня свалил сразу блин назад ой нет я так поговорил про баночку с хил очки блин это 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 жесткий вот этот пацан который фигово очень фигово что я вам скажу я найду в этом всем срача свои мечи сейчас ну вот вроде как один вот вроде как 2 блин это вот этот который крутой пацан это не очень красиво сейчас я восстановлюсь немножко тут ничего нету за счет того что он на меня наехал он меня очень быстро свалил ему удалось провернуть такую фигню хорошо я был прав он здесь как минимум таки такой здесь как минимум не один куда он теперь пошел я не знаю может есть кстати вариант выживать маленькую хилку куда ты пошел тварь я ему кстати пару раз неплохо навешал но он меня свалил с ног и я растерялся и это был это был мой приговор прошлый раз главное что с двумя с двумя справился один сильный один послабее но в этот раз он меня просто раскатал так было ли я здесь кстати я думаю что он пошел там в другую сторону блин я себя чувствую неуютно я думаю что я смогу его укокошить но все равно чувствую себя крайне неуютно так мы сейчас вот здесь у него очень сильные удары но он бьет в основном за счет своей массы за счет своего размаха камушки камушки как мне туда наверх попасть не подскажите а ну вот да вот это вот и будет наверх все я понял тут по верху там по низу тут можно пройти по этому всему туннелю а тут а тут нет прохода проход только через болото ну то есть через говно вот это внизу все я понял он был сразу посмотреть и просто хотел исследовать может какой-то сундучок все но хотя это выглядит как это проходная шахта почему все это называю шахтами ну ладно строение такие вот это вот знаете вот это выглядит немножечко странно тут вроде как свет снаружи идет даже зелень растет и опять я приколупался вот так хорош меня упасить на тебе по репе а все его я его хэдшотом выбил неплохо чертовы макаки так ну по крайней мере я же говорю по крайней мере с этими ребятами у нас разногласия возникают редко в том смысле что он приходит я побеждаю окей да им удается меня немножечко покалечить поцарапать 2 минус ну вот видите даже два в один я с ними справляюсь с обычными с обычными а вот та штука очень большая и агрессивная так по идее сейчас тут должна быть должен быть вот этот вот закоулочек куда я собственно и шел которым не интересен не будет ли тут случайно сундучка ну что я хочу узнать блин он чувствуется свое преимущество смотри как он быстрый я держу слишком большую дистанцию промахиваюсь ты же не хочешь меня убить фу а чё то он так замахнулся на меня дружище это опасно не надо замахнулся на меня с такими прям намерениями меня грохнуть вообще офигел так значит вон та штука у нас где-то вот здесь обитает если я пойдусь в обратном направлении вполне могу еще на него наткнуться сожрать ли мне маленькую хилочку вот в чем вопрос это меня увидит к центральному центральной я наверное мне надо туда сходить но я наверное сейчас туда еще не пойду так надо рассчитать время серии чтобы нам хватило чтобы мы здесь слишком долго не задержались потому что это наверное будет неинтересно не вам не мне но с другой стороны чтобы мы здесь ничего интересного не пропустили это у нас о привет а чуть мы с тобой раньше не встречались там скелет наверху я не знаю увидели не видели пойду пока что сюда дальше большие шансы что еще встречу большую фигню поэтому наверно знаете давайте я схожу к скелету если мы с ним будем драться и потому что мы с ним будем драться с двух ударов неплохо у меня конечно принял сначала но с двух ударов на из факер к кстати кирка ну конечно есть шанс что это мог быть какой-то чувак который просто схватил первую попавшуюся кирку к когда хотел от кого-то отбиваться но также есть шансы того что это мог быть какой-то рабочий так а здесь у нас ничего случайно такое местечко знаете вот это вот комнатка меня немного настораживает но к ней не отсюда проходки не нужно до встань ты к ней нужно вокруг идти я вот собственно туда наверное часы хочу еще один иди сюда он кстати вроде как не агрессивный ну да не агрессивных кому я это говорю да не трогайте меня руки не мыл наверное лезет сразу обниматься не открывай спину не давал не замахнуться вообще даже несет не ты же который встал это же другой да блин народу тут прям дофигища так фух что нервненько как-то нервненько я полагаю что я до сих пор нахожусь в этом коридоре пойдемте посмотрим а тут я не смогу пройти да тут у нас тупичок будет скорее всего а нет могу все нормально так пойду наверх и попаду опять вот этому к этой тварюги чисто теоретически я могу ее убить и у меня уже это получалось я это другая тварюга да ударь блин деремся как-то на стене встань на по по башке по башке до свидания сложили это не та тварюга это не та тварюга но хорошо что я его сейчас встретил потому что очень неудачно бой пошел не в мою сторону и он мог меня тут вполне и прикончить давайте наверно немножечко здоровку-то подхилю ну и в смысле не паду не здоровку а просто выносливость восстановлю потому что я не хочу тот чувак меня тогда может сбить с ноги с первого раза грохнуть и не особо уверен что я хочу идти прям к нему ну что просто быть спокойным что уровень зачищен ну такая такое себе наслаждение ну ладно пойдемте к тому же он мог уже вполне уйти в другую сторону да я себе уговариваю туда не идти хорошо пойдемте тогда сейчас у нас тут есть коридорчик по идее вниз я хочу убедиться что там мы везде все были потому что вот т-образная комната с картой мы сейчас коридорчик вниз пройдем у нас будет поворот тут скорее всего тут скорее всего будет пусто сейчас будет поворот сюда здесь у нас вот это вот ответвление там он мне вот тут маленький коридорчик дальше нужен вот здесь который она дверь открыта значит я тут был вот 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 да да я здесь был значит уже мы сейчас находимся вот здесь в этой комнате это собственно куда я намеревался попасть ну тут мы уже молодец ты наш тут мы уже с одной тварюкой дрались это значит это у нас еще из нашей первой серии в подземелье ну то есть прошлой мы здесь уже были отлично если мы здесь были вот эту часть мы прошли вот эту часть мы прошли давайте мы наверное заглянем сейчас центр что ли я так полагаю что наверное блин я карту случайно закрыл я пытаюсь разобраться куда нам еще надо куда нам не надо давайте мы наверное сейчас заглянем вот сюда в центр мне кажется что там такое еще место интересное куда можно бы сходить а вот тут я кстати скелетами со скелетами сражался опять же я тупо пропустил дверку но по крайней мере мы сходили посмотрели вокруг ладно значит мы сейчас вот здесь нам в в в эту сторону мы сейчас попадем вот в эту комнатку опять откуда вы беретесь откуда вы здесь беретесь ребят вы чего уже трое здесь этого кстати даже обыскать не могу почему-то а вот могу странно со спины не мог обыскать тут у нас уже три макаки такие сложены да давайте мы ногу тоже уберем а мы об них спотыкаемся ничего не могу поделать и причем они выбегают на нас и выбегают опять опять у меня появляется небольшой такой вопрос вряд ли это конечно про эту игру но не подскажете ли мне вы ребятушки враги здесь спаунятся или этого не может быть или они просто приходят наверное просто приходят да потому что вроде как спаун это не про эту игру не про это так нам на самом деле вот центр это сюда центр это сюда а что здесь интересненького я не вижу нифигища просто что тут вообще было ты можешь сюда подняться не это яма стоп яма а не то ли это яма в которую все улетало еще оттуда нет это не тот вариант так ладно я ну наверное что-то разрослось из этой ямы или еще что-то мы сейчас находимся вот здесь по сути мы наверное можем уже валить в эту сторону канализация ну даже если я где-то в комнатке в двух и не побывал хотя ну вот здесь я был вот здесь были вот здесь я я считаю что мы обошли все что я не заметил сундук это возможно потому что я тут в напряжении туда-сюда назвался я мог не заметить сундук если вдруг такое случилось ребят скажи мне скажите мне об этом я не уверен что я за ним вернусь но такое такое могло случиться по крайней мере буду знать что я что-то накосил что смотрите тут тоже скелеты как будто в какой-то костя но не в костяной тюрьме в какой-то тюрьме их держали и они тут загнулись эти твари ну они тогда были людьми сейчас на твари тут никакой записки случайно нету нигде да кстати смотрите как карма то сложилось я только заговорил про то что мне нужна хилочка моментально пришел чувак и такой ах ты своим здоровьем недоволен хадыч уложил меня все здоровье стало меньше вывод будь доволен тем что имеешь так ладно как по мне мы можем валить отсюда хорошо вопрос в том куда валить у нас есть выход на предыдущую локу у нас есть выход на ну какую-то относительно новую локу куда мы еще ни разу не выходили территорию там и везде все осмотрели я думаю что давайте пойдемте глянем на новую локу что она из себя представляет даже более-менее уже хотя бы чуть-чуть зная эту карту даже имея перед собой изображение схематическое все равно из-за темноты из-за всего этого ориентироваться офигеть как тяжело а это вот а это я уже здесь это уже вот это вот вот этот выход хорошо тогда по идее мне сюда если я зашел в эту в эту сюда вот сюда сейчас будет и вот сюда вниз и все у нас тут сейчас направо будет выход из уровня я правда без понятия куда давайте посмотрим вот сюда вот сюда фух погодите давайте кое-что мы с вами сделаем почему-то мне захотелось перед выходом из уровня пересохраниться но я перезашел в игру сохранил прогресс посмотрим куда мы сейчас таким образом а мы никуда не выходим тут видимо был когда-то выход но он полностью зарос твою за ногу погодите а кто те люди кто мне говорили что из канализации есть два выхода три выхода где это все есть два входа да согласен но они оба возвращают меня на один и тот же уровень есть какая-то яма посередине есть проход который ну что вот это вот выход из уровня но он завален тут какой-то сток но я не уверен что хочу туда идти потому что меня может тупо убить вот здесь вот я бегал здесь я ничего не нашел ребят ну это как минимум странно но не то чтобы странно но да здесь есть два выхода из канализации но эти я так спокойно кстати бегаю тут уже никого не должно быть по идее эти два выхода из канализации так дверка а куда эта дверка а это дверка по моему туда куда нам надо ну-ка сейчас пройдем лавочка лавочка нет 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 выпусти меня лавочка мне голову заживала свою за ногу отпусти меня а тут ничего нету даже если то что-то было на полочках я думаю я бы это фиг разглядел бы а а я здесь был да 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 все все нормально все хорошо я думаю что из-за того что карта опять перепуталась хотя нет стоп я вот так вот смотрю на север да это та комнатка которую я случайно кстати нашел потом я туда сложил книги для того чтобы это Это комната, которую я нашел случайно, когда я ходил здесь Тогда, когда у меня перепуталась карта Все, значит здесь я тоже был, все хорошо Теперь нам нужно попасть всеми силами на южную часть сейчас Тут будет коридор, да, тут будет коридор Тут будет комната, где мы нашли шлем И сейчас быстренько ломимся дальше вниз Вот эти места уже прям как родные, я тут набегался уже достаточно много Все, хорошо, значит вот эта вот комнатка, которую я тогда случайно нашел Значит вот это все я уже тоже оббегал, обходил Ребят, как по мне карта, ну зачищена, забегана Карта забегана Теперь возвращаемся обратно в предыдущую локу И там у нас, я думал, что у нас из канализации будет выход куда-то дальше Нет, у нас не из канализации выход дальше У нас из предыдущей локации выход куда-то дальше А куда дальше, вот это уже хороший вопрос Куда мы пойдем, там мне говорили, что есть выход Так, минуточку, это у нас В общем, комната с Чубакой, это у нас, грубо говоря, четвертая Город-санаторий, это у нас пятая Мы сейчас возвращаемся на пятую Сейчас, дайте я выйду отсюда Эта лока меня настолько напрягает Я не могу четко думать, четко мыслить У меня просто Ну не подгорает, а Свет Да, свет, вот он Дайте я просто отсюда выйду сейчас Тут где-то осталась одна тварина, недобитая Я уже не буду за ней ходить, черт с ней По сути Что мы оттуда вынесли? Мы оттуда вынесли меч Мы оттуда вынесли шлем Меч довольно хорош Но опять же, я его еще не одел По причинам, по которым я уже рассказал Так, мы оттуда вынесли шмоточек Где у нас Вот Карты Это у нас будет отдельно лежать А вот эту мы вернем сейчас Потому что это у нас карта Вот этого этажа Фух Так 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 Значит Здесь У нас три выхода Две механических двери Ну по сути пять выходов Два входа в канализацию Которые мы уже обыскали Мы эти два выхода отсекаем У нас есть Теперь Две механические двери И одна Дверь Ну так скажем Грубо говоря Сарайная По моему одна дверь здесь Одна дверь здесь И Одна И одну надо поискать Потому что я не помню Где она была Я точно помню Что она была А где Может быть даже вот здесь Кстати Да Так вот Вроде есть выход Из Ну это будем называть Это пятым уровнем Есть выход Из пятого уровня На шестой Там где вроде как Големы Есть выход Из пятого уровня На какой-то уровень Который Новый Как мне сказали Но я так и не понял До конца Этот новый Он шестой Седьмой Или как его считать Или что он вообще такое Поэтому Я не вижу сейчас Толку куда-то бежать Давайте Давайте Мы с вами Знаете в чем проблема Проблема что Следующую серию После этой Которую я буду записывать Я не увижу Ваших комментов Потому что Так получается По времени Что следующую серию Я буду записывать Когда это еще не выйдет Возможно Тогда К этому моменту Вы уже будете Естественно Знать Как все произошло Ну не в том смысле Куда я пошел А в том смысле У меня есть идея Закинуть голосовалочку Какую-то где-нибудь И Чтобы вы мне подсказали Поэтому 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 Давайте здесь мы Наверное Нашу серию То и закончим Что будет дальше Будет дальше Вот Ну Будем решать Куда нам двигать Потому что Ну Комната Ну Этаж с големами Не комната Этаж с големами Мне дали Парочку Гладеньких Таких намеков Что там Нужно сделать Чтобы хоть Как-то выжить И что На этом этаже Просто Дофигилиард Крутых шмоток Вот что мне сказали И также Есть вроде как Еще Какая-то Другая лока Откуда я могу Пойти Посмотрим Посмотрим Пока Будущее Еще не предопределено Вот Нам решать Пока на этом У нас серия Заканчивается Так вот Канализацию Мы зачистили Я думаю Что я там Собрал Все Или почти Все На самом деле Лока Очень княдущая Очень напряженная Мне она не понравилась Враги Не особо тяжелые Кроме вот Тех двух Бегемотов Которые просто Огромный урон Вносят Вот эти вот Мелкие Они не особо Тяжелые Ну С учетом Той экипировки Конечно С которой Я пришел Вот Поэтому Она была Не очень-то Сложной Вот Физически Она была Больше сложной Морально Такой Не знаю Может быть Мне даже Проще было бы Там ходить С факелом Чем с вот Этим Вот Потому что Живой огонь Давал бы Давал бы Больше Атмосферы Уюта Но тогда Я бы не так Хорошо Справлялся С этими Макаками В общем Все Ребятки На этом У нас сегодня Все Спасибо Что были С нами Всем Удачи Добра Бобра Всем Молодушек Всем Покеда Молодушек Субтитры